Когда последние поля на жатве зерновых колоссовых были убраны, комбайны уступили место тракторам, проводящим ряд мероприятий. Но уже со второй половины августа, по мере созревания пропашных культур, комбайны вновь стали выходить в поле. И вновь завертелся конвейер второй жатвы на подсолнечных и кукурузных полях, столь же оживленно, как и в дни уже отшумевшей уборки зерновых колоссовых. Значит, было засеяно кукурузы 6 тысяч гектаров, сои 350 гектаров. На сегодняшний день подсолнечник практически у нас в районе завершается. Убрано более 8 тысяч гектаров. На сегодняшний день, значит, средняя урожайность подсолнечника нас вполне удовлетворяет. Это 21 центнер, почти на 4 центнера больше, чем в прошлом году. Валовый сбор составляет подсолнечника около 16 тысяч тонн. Это на сегодняшний день. Осталось там убрать около тысячи, больше тысячи гектаров. Я думаю, в течение двух-трех дней мы полностью завершим уборку подсолнечника. Два дня назначено, значит, аграрии района приступили к уборке кукурузы. В этом году у нас, значит, предстояло к уборке 6 тысяч гектаров кукурузы. Это меньше, чем в прошлом году – почти на 4 тысячи гектаров. В те годы у нас было около 10 тысяч гектаров постоянно кукурузы. Значит, на сегодняшний день выбрано около 600 гектаров кукурузы. Это приступили, значит, Дмитриевское сельское поселение, Натырбовское сельское поселение к уборке кукурузы, где в основном посеяно кукурузово и две поселения, Натырбовское и Дмитриевское. Но вот на данный момент средняя урожайность по району составляет около 60 центнеров с гектаров, 58-57. Это хорошо, значит, по сравнению с прошлым годом. А данное сельское поселение, где мы сегодня находимся, Дмитриевское сельское поселение, Тут около 200 гектаров уборки кукурузы было посеяно и подлежит к уборке. Тут средний урожай составляет 80 центров. На данном участке у данного фемера две речки. А в тех сельских пассейнах чуть ниже. И как бы средний урожай у нас около 60 центров получается. В основном кукуруза у нас вся на продажу идет. В основном там можно корм чуть оставляем, но в основном у нас вся на продажу идет. У нас в основном сеют гибрид ДГС, Пионер. С этими фирмами не работают, они высокоурожайные. Хочу отметить еще наши местные сорта. У нас Краснодарская 392. Последние 2-3 года она активно занимает площадь нашего района, Пашни. Потому что она себя показывает очень высокоурожайно. В этом году рекордный урожай кукурузы у фермера Дмитриевского сельского поселения Василия Величко. На момент приезда нашу съемочную группу встретила супруга Любовь Николаевна. Она и поделилась секретами такого успеха. Ну, урожайность, конечно, неплохая. 90 центнеров с гектара выходит. Поле 77,5 гектар. Порадовала. Хотя и засушливый год был. Но все-таки повезло. Тучка как-то принесла нам влагу и это спасло. Достили, ну, наверное, скажем, в основе хорошего урожая. Где-то лежат качественные семена. Фирмы «Пионер». Дилер у нас в Кашихабле. Тхаркахов Аслам. Поэтому несколько лет уже сотрудничаем с ним. И не было подвоха. Технические сроки все соблюдаются. Комплекс минеральных удобрений – это, как правило, начиная с предпохоту. И т.д. и т.п. И потом дополнительное внесение как селитры, так и подкормка. И плюс гербициды обязательно. Амброзии нет почти. Супруги Величко вот уже на протяжении 13 лет занимаются растеневодством. В ведении хозяйства находится 310 гектаров пашни. Из них в этом году 77,5 занимает кукуруза. Остальные площади были засеяны пшеницей и подсолнечником. Мы находимся в зоне критического земледелия, насколько же все знают, специалисты. Поэтому год на год не приходится. И очень рискованно ее сеять. Но мы сеем. Рискуем и сеем. В прошлом году мы под 80 получили, в этом чуть-чуть побольше. Так что вот такие. Кроме этого сеем пшеницу. Получили 60 сантиметров с гектара. И подсолнечник. Но подсолнечник у нас всего 22 вышел, потому что гектар 15-20 от управления сельского хозяйства в курсе повалил град, дождь с сильным штормом и ветером. В уборке кукурузы задействована наемная техника. По словам Любовь Величко, большую роль в уборочной компании играет фактор опыта и квалификации комбайнера. Вот уже несколько лет в хозяйстве по договору за штурвалом работает Рустем Бжетцев. Несмотря на свой молодой возраст, Рустем достаточно опытный комбайнер. Об этом говорит его добросовестный подход к делу, благодаря которому уборка проходит практически без потерь и в срок. Нам остается только пожелать фермерам благополучно убрать выращенный урожай и реализовать его по достойной цене. Марина Хубсорокова, Сергей Лобынцев, Новости Кашхабльского района.